Сухуми восстановит здание бывшего Совмина. Посол Великобритании будет присутствовать на заседании Сакребуло-Зубдитского муниципалитета. Начат выводы из российской группировки из Сирии. С этими и другими новостями вас ознакомит Майя Пепе. Абхазии взялись за восстановление бывшего здания Совета министров, сгоревшего в результате его обстрела во время конфликта. В 1993 году здание было построено в 1981 году. В нем размещался Совет министров Абхазской АССР. Как сообщают абхазские СМИ, в настоящее время работа находится на этапе эскизного проектирования. Три варианта восстановления фасада, разработанных московскими проектировщиками. Гендиректор компании Апсныр Галара заявил Апсныпресс, что уже в апреле намечается финансирование проектирования ремонтно-восстановительных работ из России. В феврале 2016 года провели обследование здания Совмина на предмет возможности его реконструкции. Пришли к заключению, что здание подлежит восстановлению. 16 марта на отчетном заседании Сакрабулу Зугдитского муниципалитета будет присутствовать посол Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Александр Мэри Холл-Холл. По информации о Сакрабулу, заседание откроет председатель Сакрабулу Мэра Фарая и будет представлен годичный отчет. Помимо этого, на заседании будут присутствовать заместитель председателя, представитель фракции и комиссии. Также будут присутствовать граждане неправительственной организации и представитель медиа. В Зурабу Джамалашвили адвокату Ираклю Пхаладзе предъявлено обвинение в хранении и распространении в Грузии видеозаписей интимного содержания, сообщают СМИ адвокаты задержанной. Сегодня две скандальные видеозаписи появились в YouTube по очереди 11 и 14 марта. На втором видео, в отличие от первого лица героев, вскрыли, а также не указали имена на видео, предположительно фигурируют политики Грузии. Ранние СМИ сообщали, что Джамалашвили в прошлом был высокопоставленным чиновником МВД Грузии, что опроверг его адвокат. По словам адвоката, в министерстве работал его сын Васил. Известного в стороне хакера Васила Джамалашвили в ноябре 2012 года арестовали за киберпреступление, но позже освободили под залог. Его Зураба Джамалашвили задержали вчера и вчера же предъявили обвинение. Он, конечно, не признает свою вину, так как ничего не совершал. Зураб Джамалашвили никакой должности в департаменте конституционной безопасности не занимал. Там работал его сын, сказал адвокат Георгий Попхадзе. Что касается адвоката Пхаладзе, его задержали два дня назад. Председатель ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатяшвили сообщил об этом новости Грузия. В прокуратуре Грузии пояснили, что Джамалашвили и Пхаладзе задержаны за незаконное хранение распространения кадров личной жизни, а не за загрузку их в интернет. Ректор Тбилийского государственного университета Владимир Попава не намерен менять свою позицию и уходить в отставку. О том, что его кабинет заняли студенты, ректор узнал от сотрудников охраны. Сегодня я стою на своей позиции для сохранения единства университета, заявил Попава. Сотрудники охраны ТГУ утверждают, что вместе с полицейскими оказались студентом сопротивления, однако те смогли прорвать коридор правоохранителей. И другие новости. Грузия и Евросоюз оформили финансовый договор в размере 14 миллионов евро. Договор подписали государственные министры по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе и посол Евросоюза в Грузии Янаш Херман. По заявлению госминистра Давида Бакрадзе, освоение данного ресурса произойдет по программам институционального развития помощи Евросоюза, таких как программа побратимства военных служб, предусматривающая содействие и сотрудничество между надлежащими администрациями армейских ведомств Грузии и стран-членов Евросоюза. Из зарубежной новости. Решение России о начале вывода группировки ВКС из Сирии может стать прологом к поэтапной отмене с Западом. Санкции в отношении Москвы. Такое мнение высказали дипломатический источник в Брюсселе. Сообщают новости РИА Новости. Накануне президент России Владимир Путин приказал главе Минобороны с 15 марта начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные перед военными задачи были успешно выполнены. Я не исключаю, что решение российского руководства может стать прологом к поэтапной отмене с Западом санкций против России, сказал собеседник агентства. По его словам, в любом случае, Россия вновь стала ключевым игроком на международной сцене. У меня все к этому часу с новостями дня. С вами была Майя Пипе. Всего доброго.